Библейский портал экзегет.ру представляет В конце как бы приписка, которая, может быть, составляет основную причину написания этого письма. В Фессалоникийской церкви есть проблема. Но прежде чем он начнет об этой проблеме говорить, он еще и еще раз скажет, вы замечательные, вы прекрасные. И вот если человеку этого не говорить или людям этого не говорить, то очень трудно стараться что-то изменить в этих людях. Да и в целом, братья, просим вас и призываем в Господе Иисусе, вы приняли наше наставление, как следует вам поступать и угождать Богу. Делайте еще больше. Вы ведь знаете, какие мы дали вам указания ради Господа Иисуса. Он не перечисляет всего заново, он говорит, вы все знаете, вы сами. Павел еще очень любит подчеркивать самостоятельность этих общин. Они сами могут совсем разобраться. Но если что-то такое начинается, все-таки об этом приходится сказать. И обратим внимание, что он разбирает только одну тему отдельно, вероятно, потому что она для кого-то в этой общине актуальна. И он не называет ни имен, ничего. Воля Божья и ваша святость состоит в том, чтобы вам воздерживаться от всякого блуда. Пусть каждый соблюдает свой сосуд в святости и чести. Сосуд может обозначать либо свое тело физическое, либо супругу. Ну, наверное, все-таки, скорее, свое тело. В святости и чести, а не в похотливой страсти, словно язычники, которым неведом Бог. Пусть никто не приступает к пределам и не ищет своей корысти за счет брата, ведь Господь покарает за такоим, как мы уже предупреждали вас и свидетельствовали вам. Блуд и корысть – поиск прибыли. Да, вот, видимо, какая-то ситуация, в которой это проявилось. Бог призвал нас не к грязи, а к святости. И кто отвергает призыв, отвергает не человека, а Бога, который наделил нас своим святым духом. Вот тоже очень важный и интересный принцип. Он призывает не к грязи, а к святости. Как можно обличить? Очень по-разному. Вот Павел, не называя конкретно ситуацию и человека, тем более, говорит, вы должны от этого воздерживаться, потому что не к грязи, а к святости призваны. А дальше пусть они сами разбираются. И кто отверг призыв, отвергает не человека, а Бога, который наделил нас своим святым духом. Мне-то что, что вы меня отвергли? Не в этом проблема. Что до братской любви нет даже нужды вам об этом писать, вы самим Богом научены любить друг друга и поступаете так со всеми братьями по всей Македонии. Призываем вас, братья, делать еще больше, стремясь к тихой жизни. Занимайтесь собственными делами, зарабатывайте своими руками, как мы и прежде указывали вам, чтобы вы поступали подобающим образом с теми, кто вне общины и не имели ни в чем нужды. То есть вот принцип – любите друг друга, любите, 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 любите. А что это значит? Работайте сами, собственными делами занимайтесь, и у вас тогда будут средства для того, чтобы помогать даже тем, кто вне общины, и у вас не будет ни у кого нужды ни в чем. То есть это практическая вещь, это способ, как жить, а не указание абстрактное любить. «Хотим, братья, чтобы все поняли про усопших и не скорбели, как прочие, кому не на что надеяться». Вдруг такое маленькое примечание. Кто эти усопшие? Люди, которые умерли. «Христос приходит, – говорит Павел, – но еще не пришел, а люди-то умирают, что с ними? Как, вот они не дождались пришествия Господа? Если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то Бог вместе с ним приведет и усопших с верой в Него. Не волнуйтесь, все будет. Те, кто умерли, мимо второго происшествия не проскочат. Вот какое слово Господне мы объявляем вам. Мы, кто останется в живых ко дню прихода Господа, встретим Его не прежде усопших. Когда архангельский голос и труба Божья бросят клич, и сам Господь сойдет с небес, сначала воскреснут те, кто умер во Христе, ну, то есть, будучи верующим, а потом и мы, кто останется в живых, будем подняты в воздух на облаках навстречу Господу, и так мы насовсем соединимся с Господом. Ну, кто летал на самолете, знает, что на облаках нельзя подняться. Облака – это водный пар, и тут мы можем сказать, что это такой язык древности, язык первого века нашей эры, когда облака воспринимались как некие там пушистые, такие вот плотные достаточно объекты, на которых можно подняться в воздух, но смысл, конечно, не в том, чтобы здесь вычитывать технологию воскрешения, а Павел просто говорит, все, кто умерли, мы с ними встретимся в момент пришествия. Понятно, что с тех пор умерли все, включая Павла, поэтому мы относимся не к его конкретному кругу и к его адресатам, и к нему самому, но вообще к людям, которые живы, которые христиане, живущие на данный момент в мире. И вот, собственно говоря, оказывается, что второе пришествие, когда бы оно ни произошло, оно для Павла становится и моментом встречи со своими умершими близкими. Именно такими словами и ободряйте друг друга. А, конечно, тут очень хорошо бы спросить, а когда все это произойдет, но это Павел разберет в следующей, пятой и последней главе этого послания. Продолжение следует...